Всем привет! Вы на канале Рыбалки. Подписывайтесь на мой канал, а также на аккаунт ВКонтакте. Мои видео выходят регулярно, каждый понедельник и четверг, после 7 вечера по московскому времени. И еще один очень важный момент, он касается тех, кто уже подписан на канал, а также тех, кто собирается подписаться. После того, как вы подписались на канал, справа появляется колокольчик. Его тоже обязательно нажимайте, иначе вы не будете узнавать о том, что выходят новые видео. А те, кто уже давно подписан, зайдите на канал и нажмите этот колокольчик. Буду заранее вам поменять. Для тех, кто не к фурси, мой канал о туризме, природе, рыбалке и все, что с ней связано. В последнее время стараюсь почаще убираться, начинаю сваять зимнюю рыбалку потихоньку. Ну, в этом я новичок. Пока что у меня таких крупных уловов не было, но смысл не в этом. Это показать и вам, и самому полюбоваться природой. На этот день выдался такой денек хороший. Ну, как хороший, потом он оказался мерзким довольно. Так как там уже, вы видите, какое ветрище там. Ну вот, прикупил я горку, зимнюю горку утепленную. Ну, правда, не оригинал. Взял за 2,700 уже обзорчик я делал по этому костюму. Чем отличается? Ну, это подделка на горку. Ну, я взял, так как, довольно цена такая дешевая. И мне срочно надо на горбалочку. Вот такой вот костюмчик. Так он выглядит. Практически дизайн такой же, как горки 3 летние. Ну, летние, не сезонные. Ну, что я могу сказать по этому костюму? Далее вы увидите всю мою рыбалку. В принципе, он теплый. Пока я шел, вот, дошел до острова, через остров перешел. И пока шел уже по острову, они довольно жарко. Я еще так сдуру тоже одел, как бы под низ, думал, понадеялся, что он слишком теплый. Одел там один свитер, как на футболочку, то есть без термобелья. И свитер тоже такой не особо теплый одел. Ну, об этом я потом пожалел. Температура воздуха была плюс 15 где-то. Рыбачила в таком месте, ну, открытое место. Там и трища. То есть вы услышите, увидите, там даже камера тряслась. Вот, и при температуре минус 15 у меня потихонечку, потихонечку, там за 3-4 часа я потихонечку замерзнусь. Не прямо он насквозь так сильно продувается, но потихоньку ощущается, что тепло выдывает. Так что, в принципе, этот костюм, я думаю, если одеть термобелье под низ потеплее, свитер хороший, желательно с горлом. Тут, в принципе, горло есть. Оттуда тепло выходит, выдувается все равно. То этот костюм до минус 15 с ветром, в принципе, можно. Не целый день, конечно, там, может, 4-4 часа должно хватить точно. Ну, вот, выхожу я вот с этого острова, буду потом подальше ловить в районе островка. Вот там виднеется, если присмотреться, островочек небольшой. Вот вокруг него буду там потихонечку сверлить, так как здесь встречается подлещик, не встречался подлещик. Ну, вот тут я ускорил, вот, слышите, какой ветер, камера дует. Сначала, в принципе, довольно, я не обращал к этому. Не пробовал он так сильно. Слушай, как нет. Это ломки. Вообще, по прогнозу, сегодня низкая активность рыбы. Ну, вот такой вот зимний пейзаж. Довольно холодно в этот день. Ветер. На ветру тут сижу. Не клюет, остается только любоваться местными красотами. Сколько... Вот тут у меня клюнуло. Как раз моторейку пока менял. Экшн-камера. Вот взял Ёрш. Ну, он так довольно уверенно взял. Я пока ходил, вижу, там, клюет, дергает. То есть, довольно время немного прошло, даже подсекать не пришлось. Ну, вот за всю эту рыбалку, это самое такое, можно сказать, по сравнению с остальной, с остальным уловом, это мужская тропия. Ну, шучу, конечно. Но, по крайней мере, на этой рыбалке, хоть от нуля, я ушел. То есть, была вообще одна рыбалка. Я вообще за все четыре часа там всего одну поклевочку получил. И ничего не поймал. Посидел я на этой лунке там еще какое-то время. Клевать не клевало. Тут думал, может, и ершей наловлю хотели. Кстати, довольно сильно он сопротивляется по сравнению с другой белой рыбой. Думал, хоть ершей половлю. Ну, потом кучу лунок еще насверлил там. Переходил постепенно там. Ну, на 10 метров переходил. Сверлил другую лунку. Пробовал там. Лугана, кстати, тут довольно такая метра 3-4, наверное. То есть, не совсем мелко. Ну, вот, хожу, сверлю вверх, ищу рыбу. Думаю, в принципе, если бы я пошел с прикормкой, я надеялся на опуня-опуни найти. Тут бывает и опуни в этих местах. Вот там веточки стоят, я по чужим меткам ходил. Надо было все-таки прикормку, так как он пустерку нашел. Мелкую, правда. Думаю, может, если прикормил бы, то подошла бы другая рыба. Два года назад я ходил тоже в этом месте с прикормкой, и так лунку хорошо закормил. Поймал два подлещика больших. Довольно таких плотву крупную. Ну, а тут вот довольствуюсь все. Пусть ерочка и то одна взяла и начнется потом еще церлить лунок. Вот видите, какой ветер. Аж камера трясется. Да и слышно, как он забывает. Вот по штанам, что я могу сказать, штаны не продулы. То есть, именно вот верхнюю часть, вот такая, особенно руки, так как я, там, можно сказать, в футболке, ладно, из термобелья, продуло меня потихонечку. терпимо, в принципе, если это была бы такая очень активная рыбалка, если бы много ходить. В принципе, это даже плюс, чтобы, ну, что не так жарко, что вот это более-менее дышит костюм. Ну вот, пришел перекусить, тут, как всегда, вот, исходя из опыта, я беру, так вот, делаю с салом бутерброди, так как все остальные, еда на морозе застывает, там, камень превращается. Брал батончик шоколадный, тоже еле его разгрыз. А вот так, в такой контейнер для бутербродов сделать, с салом. Сам это и согревает, и располагает энергию хорошую. Довольно. Вообще, по прогнозам, очень низкий, низкий показатель активности рыбы. Я скачал программку, одно там, с телефона, там и навигатор, и все, и активность крыла показывается. Там абонентская плата 200 рублей год всего. То есть, прогноз погоды, прогноз клевого, там на неделю или чуть ли не на месяц вперед. Ну вот, поймал еще на одной лунке. Опять одну густерочку, ну вот такая мелкая, что ли. Я ее тут же обратно в лунку отпускал. Ерш у меня замерз там уже. То есть, я его вытащил, пока он застыл, просто сразу. Ну, оставил я его в лунке. Ну вот, иду я домой уже. Все, наловился, замерз, накрыет, по крайней мере, полюбался природой. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, советуйте. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok